В Гродно начался очередной судебный процесс, связанный с подставными авариями. Более 10 человек обвиняются в том, что они инсценировали ДТП ради страховки. И таким образом заработали около 140 тысяч рублей. Подробности у Надежды Завиновской. В Гродно это уже второе за год дело страховых автомошенников. Его рассматривает суд Ленинского района, неподалеку от которого, кстати, была инсценирована одна из аварий. Сегодня первое заседание, оглашение обвинения. На скамье подсудимых 11 человек. Всем от 28 до 55 лет. Многие были знакомы. Родственники, соседи, друзья. Пока большинство находится под подпиской о невыезде. На скамье подсудимых лишь двое. Возможные организаторы преступлений. Действовали по уже известной схеме. Оформляли машины на подставных людей. В основном вечером или ночью свозили уже разбитое авто в безлюдные места в пригороде и инсценировали аварии. В отдельных случаях и вовсе сталкивали целые машины посреди дня на центральных улицах Гродно. Большинству обвиняемых участников схемы грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией. Некоторые граждане обвиняются в совершении хищения путем обмана в организованной группе и с причинением особо крупного ущерба. Здесь уже наказание грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Организатором преступлений сторона обвинения считает 44-летнего гражданина России. По профессии авторемонтник он знал, как и куда бить, чтобы не вызвать подозрений. Знал и как потом дешево починить транспорт. В итоге за полтора года таким образом из страховщиков вытянули почти 140 тысяч рублей. С нашей точки зрения действия обвиняемых не были объединены единым умыслом. И соответственно вопрос о том, что они хотели совершить преступление, ущерб, по которому был бы причинен в особо крупном размере, тоже защиты будет ставиться под вопрос, поскольку это опровергается их показаниями. Но также, я думаю, будет доказано в процессе. Большинство фигурантов участие в подставных ДТП признает, но уверяют, действовали спонтанно. Заранее никто ничего не планировал. В деле 13 эпизодов. Это только то, что удалось доказать. Это только начало судебного процесса слушания, расписанной до середины октября. Впереди допросы обвиняемых, свидетелей, пострадавших. Заседания будут идти почти каждый день. Правда, сколько придется ждать приговора, неизвестно. Предыдущее дело 25 страховых автомошенников рассматривали 9 месяцев. Надежда Завиновская, Александр Бажуков. Наши новости. Гродно.